В машине съемка заключена. Ну это в суде уже решится. А? В машине съемка? Я понимаю, но в суде это... У меня аллергия на табачатым. Можно не курить, я вас очень прошу. Телефон спрятали. Вы курите до сих пор? Вы? Съемка зафиксируется. А вы выкинули? Спасибо, отлично. Отлично, я спрятался. Привезнес, в общем, РУВД с другом. Пока выясняли наши данные, ходили в дежурку, один из сотрудников узнал меня по фамилии и говорит, да мы все забирали раньше. Лет пять назад был случай, они меня забирали так же. И так же избили, но тогда они шли после дежурства, и суд меня оправдал. После этого как бы стал себя вести вызывающе, агрессивно. Ну то есть намекая на то, что в этот раз мое попадание не закончится, скажем так, хорошо. Когда я достал телефон, чтобы заснять, старшина говорит, у меня забрали этот телефон, одели наручники сзади и посадили на лавку. Через минут пять за это подошли они вдвоем, старшина с сержантом, который нас же забирали. И говорят, пошли отойдем поговорим. Вот. Ну и получается, я встаю, у меня наручники за спиной, они меня отвозят в коридор, который за стенкой. Третий сотрудник в форме закрывает камеру, либо отворачивает камеру. В общем, какие-то манипуляции с ней производят. Ну и через пару секунд меня хватают за плечи, бьют сзади по ногам и начинают избивать. Где-то продолжалось это одну минуту. Били дубинками, ногами, по голове, по спине, по ногам. Разорвали мне барабанную перепонку, как это потом выяснилось. Меня кричал, что хватит, не надо, остановитесь. После этого меня отвели в центральную часть здания и подвесили ласточкой, так называемой, к лестнице. Перила, они как бы на таких железных стойках, да. И то есть меня вот так вот. Ну вот здесь, получается, руки. Находились где-то на уровне шеи. То есть кости, я не гимнаст, выламливаю. То есть примерно где-то вот так вот я висел минут 15. Потом сняли и посадили на лавку, опять плотно зажав наручники. Стали у меня пухать руки. Я попросил расслабить наручники. В итоге они сняли наручники. После этого повезли меня на передовую, где всячески на врачей стали оказывать давление. Говорят, что ухо я сам расковырял, что синяки у меня несущественно, что это я где-то упал. Я попросил врача, чтобы мы остались с ним вдвоем, что я буду обследоваться только в присутствии врача, без сотрудников милиции. Она попросила их выйти. Я рассказал ей все, как было на самом деле. Сказала, что разорванная перепонка. В общем, в итоге меня положили в четвертую ГКБ, где я пролежал 10 дней. Наручники, естественно, тоже. Руки, наверное, несколько дней опухшие были. Ну, столько в наручниках. Снял побои. То есть там все синяки, скажем так, характерные. По 14-15 сантиметров, как они записывали, продолговатой формы, по 2-3 сантиметра в ширину. Ну, то есть явно дубинок. Вот, как бы...